Торжественное открытие прошло вечером 21 июля на летней эстраде Приморского бульвара. В 14-й раз Международный фестиваль духовно-патриотической песни «Небо славян» собрал в Севастополе гостей из разных городов России и ближнего зарубежья. Участников много. В этом году очень много детей заявилось на конкурс. У нас возрастные категории – дети, молодёжь и взрослые. А номинации – автор-исполнитель, композитор-исполнитель, дуэты и ансамбли. Участники поборются за победу в номинациях «Приз зрительских симпатий» и «Гран-при». Подарки юным талантам готовят законодательное собрание города. Всерьёз настроена на успех 14-летняя Елизавета Гордеева, победительница фестиваля прошлого года. Я одну песню взяла, то, что пела в прошлом году. Это Россия, она авторская. И вторую песню я в прошлом году пела не авторскую, а в этом году я написала ещё одну песню вместе с отцом. Эта песня посвящена 35-й батарее, она называется «Свечи памяти». В ней рассказывается о подвигах людей, которые защищали 35-ю батарею и сам город Севастополь. Но в вечер открытия фестиваля участники ещё не соревнуются за победу. Конкурсная программа начнётся вечером 22-го числа. А пока время заявить о себе, поделиться творчеством друг с другом и с публикой. Как говорят организаторы, небо славян собирает не столько музыкантов-виртуозов и вокалистов со стажем, сколько авторов и исполнителей, для которых на первом месте то, что между строк и между нот, то есть духовная составляющая. Именно такой подход к искусству более пяти лет объединяет участников концертного хора Покровского собора. Они связали свою жизнь с пением не в силу профессии, а по зову сердца. Хор будет исполнять тропарь князю Владимиру. И землерусское такое песнопение знаменого распева, очень красивое. И хотелось бы, чтобы, конечно, слушающие и участвующие в фестивале прониклись в содержание этого произведения. Это, конечно, во многом зависит от нас, но и от желания услышать. Бог создал человека по образу и подобию своему. Он творец, и мы должны творить. Так объясняет пересечение духовного и творческого путей в собственной судьбе гости с Перми протодиакон Николай Червон. Уже много лет Николай Червон пишет стихи и песни духовно-нравственного содержания. И вместе с единомышленниками выступает в разных уголках страны. Потом поедем еще в Новороссийск, в Анапу, в Елабыке у нас будет фестиваль. Вот такое лето фестивальное. Фестивали, они вообще, я считаю, музыкальные фестивали, если они еще духовные фестивали, они объединяют человека не только физически, а еще очень духовно. А духовное мнение, оно очень важно. То же самое, как молитва. Совместная молитва за мир, единение и любовь. 14-й международный фестиваль «Небо славян» продлится до 28 июля и завершится гала-концерт. Наталья Данилова, Дмитрий Лилияко, Севинформбюро.